В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат по Центральному избирательному округу Александр Баюклин подвел итоги своей работы за 2021 год. Взаимодействовать с людьми очень просто. Я один из них. Сотрудники печатных СМИ отмечают свой профессиональный праздник. Мне дают фотографии и текст в Орде. Я это все компоную в полосу. Музей-заповедник Горки-Ленинский намерен побить абсолютно рекорд по посещаемости. Музей-заповедник Горки-Ленинский, по крайней мере, среди политических музеев России, условно политических, его динамика наиболее впечатляет. Исторический центр города Видное – территория непростая. Это точно знает депутат по данному избирательному округу Александр Баюклин, который с 2019 года работает здесь на благо жителей. Подводя итог своей работы за 2021 год, он рассказал о выполненных наказах избирателей нашему корреспонденту Юлии Погасьян. В 2017 году историческая часть города Видное получила статус культурного наследия. Этому предшествовала большая работа территориального общественного совета «Старый город». Основатель и идейный вдохновитель – местный житель Александр Баюклин. Чуть позже он вошел в совет депутатов Ленинского городского округа по этой территории. На плечи народного избранника легла огромная ответственность. Взаимодействовать с людьми очень просто. Я один из них. Мы соседи, мы друзья. Решение вопросов зависит большей частью от властных структур. Когда там есть понимание, тогда все решается. У нас есть полное взаимопонимание и с властью, и с коммунальными службами, и с соседями. Вопросы, с которыми жители обращаются к своему народному избраннику, несут бытовой характер. Жилищно-коммунальное хозяйство, очереди в дошкольные учреждения, транспорт, дороги. Человек-слово. Именно так Александра Баюклина характеризуют жители. В 2021 году под его чутким руководством удалось благоустроить пешеходную зону на улице Школьная. Здесь отремонтировали тротуар, по современной технологии положили плитку, высадили зеленые насаждения. В планах продолжить благоустройство на Садовой. Сделаем маленький арбат такой наш, видовский. Поменять заборы всем, всем старом городе в едином стиле. Отремонтировать крыши, отремонтировать фасады домов, положить красивые тротуары. Как-то есть несколько вариантов газоны вдоль дороги обустроить. И так как территория носит статус культурного наследия, сделать это возможно за деньги из регионального бюджета, что повышает шансы на осуществление задумки. Успешно функционирует и хоккейная коробка на пересечении Садовой и Детского переулка. Ее силами территориального общественного совета «Старый город» поставили еще в 2019-м, но только в прошлом году передали на баланс муниципалитета. Еще одна победа – ликвидация нашумевшего магазина на первом этаже жилого дома номер 9 по Пионерскому переулку. Местные жители просто устали от завсегдатаев-гастронома, которые покупали здесь алкоголь и шли употреблять его во двор. Теперь в помещении – семейное кафе. Здесь поставлена, наверное, одна из самых передовых на сегодняшний момент систем вентиляции, которая, не вдаваясь в технические подробности, на 99% исключает вообще возможность появления каких-то запахов. Мы являемся теперь владельцами этого помещения. Естественно, несем свою долю ответственности за прилегающую территорию, за уборку, за содержание здания. Хотели бы, конечно, чтобы это не только было уютно внутри, но и снаружи, потому что старый город, я считаю, является жемчужиной своеобразно видного. На радость местных жителей территорию за домом также благоустроили. Установили спортивную площадку, высадили деревья. В планах ограничить парковку автомобилей перед фасадом и сделать тротуар. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно. 13 января в России отмечают День печати. Наша съемочная группа побывала в редакции газеты «Сегодня в Ленинском районе». Сотрудники этого печатного издания встречают свой профессиональный праздник на рабочих местах. Газета «Сегодня в Ленинском районе» выходит с июня 2015 года. Сейчас в печатном издании трудится 8 человек. Руководит процессом главный редактор Ирина Тихановская. Новая команда, которая пришла сюда работать. В основном все новенькие. Начиная от главного редактора, заканчивая тем, кто делает нашу газету красивой. Это, конечно, специалист по компьютерной верстке. А за оформление газеты отвечает Надежда Карева. В своей семье она уже вторая, кто занимается электронной версткой. У меня просто отец работал раньше в МВД, потом после отставки ушел в электронную верстку работать в газете. И устроил меня там, я познакомилась с замечательным коллективом. И сейчас вот тут работаю. На нескольких полосах – самая актуальная информация о жизни нашего муниципалитета. Фотокорреспондент Анастасия Матвеева совсем недавно в редакции, но очень довольна выбранной профессией. Я очень счастлива, что работаю в таком творческом коллективе. Очень много интересных сюжетов в моей жизни появилось. Рада, что есть такая возможность. И рада, что очень я нашла себя в этом. Коллектив небольшой, но очень дружный. И самое главное – все от редактора до корреспондентов печатного издания увлечены своей работой. И даже, казалось бы, в обычных повседневных событиях находят источники вдохновения. Наверное, самое приятное в работе – это выезды на редакторские задания. Я фотографирую, я профессиональный фотохудожник. Для меня очень интересно общаться с новыми людьми. Зачастую это просто потрясающие люди нашего округа, которые дарят такую информацию полезную, интересную. Свой профессиональный праздник сотрудники редакции отмечают на рабочих местах. Впереди – сдача нового номера. Мне дают фотографии и текст в Орде. Я это все компоную в полосу, делаю типографические оправки. Газета выходит раз в неделю тиражом 5000 экземпляров. Информационное издание бесплатное и распространяется в культурных и административных центрах округа, а также в торговых центрах. Наталья Вуслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Поздравляем с профессиональным праздником и наших коллег из видновских вестей. Интересных вам героев и только хороших новостей. В конце 2021 года количество посетителей музея-заповедника Горки-Ленинские достигло исторического максимума в постсоветский период и составило более 200 тысяч человек. Сотрудники музея настроены на то, чтобы побить абсолютный рекорд, который составляет 215 тысяч посетителей в год. Почему учреждение столь популярно, мы узнали у заместителя директора музея-заповедника Горки-Ленинские по научной работе Бориса Власова. Они не хотят всем рекордам дать свои звонкие имена. Эти люди просто делают свою работу и делают ее хорошо. Секретов популярности музея-заповедника Горки-Ленинские очень много. И один из главных, что уже более 100 лет, личность вождя мирового пролетариата. Владимира Ильича Ленина по-прежнему привлекает самое пристальное внимание. А сотрудники музея-заповедника находят все новые и новые неизвестные страницы его жизни. Мы действительно исходим из того, что мы не знаем Ленина. Точнее, мы знаем его как политика, как человека, который написал много интересных трудов. Но мы очень мало знаем про него, про его семью. Вот именно в человеческом смысле, в бытовом смысле. Конечно, хочется вернуть, ну как бы запомнить эту лакуну этими выставками. Тем более, что именно эта тема интересна огромному количеству наших посетителей. В конце 2021 года количество посетителей музея-заповедника Горки-Ленинские достигло исторического максимума. В постсоветский период и составило более 200 тысяч человек. Во многом это стало возможным благодаря принципу многопрофильности, когда параллельно развиваются и музейное дело, и направление массового событийного туризма. То есть, если человек приехал в музей, он обнаруживает, что здесь происходят какие-то мероприятия, посещает их. Либо же человек приезжает сюда на какие-то событийные мероприятия, видит музеи, видит выставки и тоже посещает их. Вот такой симбиоз, он и позволяет нам достигнуть вот таких, ну будем говорить, ну приятных для нас результатов. На международный фестиваль «Джазовые сезоны» съезжается публика со всей страны, привлекает туристов и большое количество музейных и интерактивных программ. Интересные события, такие как масленица в горках, фестиваль-конкурс «Хоровод хоров», праздник сена, день топора, шапка-фест. Каждый музей должен развиваться. Я хочу сказать, что вот на мой взгляд музей-заповедник Горки-Ленинский, по крайней мере среди политических музеев России, ну условно политических, да, его динамика наиболее впечатляет. Конечно, это требует и от менеджмента музея, и от научных сотрудников большой работы. И эта работа ведется постоянно в различных архивах, на научных конференциях, в общениях с коллегами. Иногда интереснейшие открытия и появление новых экспонатов происходят по чистой случайности. Наш научный сотрудник в интернете на одном из сайтов, которые торгуют подобными родопроизведениями, нашел объявление о том, что продаются старые открытки. Посмотрев на них, увидев подписи, ну мы, честно говоря, поначалу не поверили, что это может быть. Но потом, после встречи с коллекционером, после проведения экспертизы, было установлено, что это действительно подлинные открытки дочерей Зинаиды Морозовой и самой Морозовой. Причем на двух находятся подлинные автографы самой Зинаиды. В настоящий момент на территории музея-заповедника работает 22 выставки. Три из них расположены вне музея, семь постоянных и 12 переменных. Каждый из них – результат работы огромного количества людей. И впереди нас ждет много интересного. Результаты. Мы получили в свои руки огромное количество документов, связанных и с историей советского времени, и с историческими какими-то событиями, связанными с 20-ми годами, которых раньше не было. Ну и в частности, мы много говорили о нашем уникальном ЭПЛе в экспозиции научно-культурного центра. Именно сейчас мы получили совершенно новый массив документов, не опубликованных, которые мы изучаем, и уже в текущем году рассчитываем представить публике результаты наших исследований. Но, наверное, самый главный секрет популярности музея-заповедника Горки-Ленинский – это его коллектив, который влюблен в свою работу и каждый день трудится над тем, чтобы превратить посещение музея в увлекательное путешествие в историю российского государства. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Еще накануне нового 2022 года телеканал «Видное ТВ» объявил о старте нового конкурса «Мой маленький тигр». Присланные фото и видео с домашними усатыми-полосатыми так очаровали нашу редакцию, что мы решили продлить прием работ до конца января. Ведь хорошего много не бывает. Усы, лапы и хвост – вот их документы. Задиры и тихони, ласковые, независимые – такие разные, но абсолютно все безумно милые и забавные. Присланные к нам на конкурс «Мой маленький тигр» фото и видеоработы рассматривает, умиляясь, вся редакция. Нам присылают даже из Липецкой области у нас есть работа, из Домодедова есть работа. Поэтому ждем с нетерпением всех, кто любит кошек, кто научился видеть в них что-то интересное, может быть, кто-то что-то воспитал в своей кошке такое необычное. Изначально мы планировали завершить прием работ 12 января и к Старому Новому году выявить победителя. Но видя, что число желающих участвовать в последние дни начало расти, решили продлить конкурс до конца месяца. Если говорить о критериях, то, наверное, в первую очередь это должно быть интересно и увлекательно. Если нам понравится, мы будем смотреть всей студии нашей, каждый сотрудник может принять участие как член жюри, и мы всем нашим дружным коллективом выберем победителя. Победителя будет два в номинациях «Фото» и «Видео». Их вместе со своими питомцами мы пригласим на съемки в студию телеканала «Видное ТВ». У вас тоже живет в доме символ 2022 года. Тогда присылайте фото и видео с ним к нам в редакцию. И пусть о его талантах узнает весь мир. И не забудьте придумать небольшой рассказ о своем питомце. Ждем вашей работы на почту. «Видное Дефис ТВ» собакамейл.ру до 31 января включительно. Удачи! Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!